Привет всем любителям бокса! Это Дмитрий Моисеев и проект BoxingBetsBlog, в рамках которого я не только стараюсь готовить для вас эксклюзивные интересные материалы, но и в их рамках пытаюсь дать зрителям посыл о том, как нужно правильно себя вести, что труд и честность вознаграждается, а хамство и глупые поступки ведут к краху. Но в жизни все не всегда так, и часто может просто повезти, в том числе и не самым приятным людям. Вот и наш сегодняшний герой Тони Беллио из Британии весьма неоднозначный человек, но его история весьма интересна. Ведь еще в 2013 году, казалось бы, у 30-летнего боксера после досрочного поражения не было особых перспектив на титулы или большие гонорары. А теперь, в конце 2018 года, популярного экс-чемпиона мира Беллио ждет бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против украинца Александра Усика. Так что даже если вы смотрите этот материал уже после данного поединка, он также может быть для вас весьма интересен. Ведь вы лучше поймете, как и за какие заслуги Тони получил столь значимый поединок. Тони Беллио родился 30 ноября 1982 года в Ливерпуле, Англия. С детства увлекался футболом, ярым поклонником которого является до сих пор. Однако в качестве спорта для себя, вместе с двоюродным братом, будущий чемпион выбрал кикбоксом, в котором был весьма успешен. В любительский бокс Тони пришел в 20 лет, выступая лишь на местном уровне в любительской боксерской ассоциации Англии. Выступал он в полутяжелом и тяжелом весах, имея рост целых 191 сантиметр. В профи он перешел примерно в 25 лет, с послужным списком в любителях из 40 побед и 7 поражений. Первые годы профи британец также выступал то в полутяжах, то в тяжелом весе. И почти все его соперники были в лучшем случае середняками. Но даже на таком уровне Тони первый раз побывал в нокдауне в седьмом поединке с соперником с послужным списком из трех побед и 22 поражений. Став в 2010 году чемпионом британского содружества в полутяжелом весе, Бэлью две первые защиты титула подряд, хоть и побеждал, но оказывался в нокдауну. А в следующем году, впервые выйдя на бой за титул чемпиона мира, в конкурентном поединке проиграл своему непобежденному соотечественнику Натану Клеверли. В общем, Тони хоть и зарекомендовал себя как довольно неуступчивый и высокий полутяж с сильным ударом, отличающийся довольно хулиганским поведением вне ринга, но начала карьеры особо выдающимся не было. Следующие два года выдались еще более тяжелыми. После ряда побед Тони проводит бой с прямолинейным Исааком Челембы, хорошо известным нашей публике по боям с Ковалевым, Гвоздиком и Биволом. И даже с таким соперником получает лишь ничью в играх только в повторном поединке, и так получает свой второй титульный шанс. Однако бой 2013 года, оказавшийся первым проведенным не на родине, обернулся не поясом чемпиона на талии, а первым досрочным поражением в разгромном поединке против канат Садониса Стивенсона. Кстати, Стивенсон также является весьма колоритным интересным боксером, так что если вам интересна его история, пишите об этом в комментариях. И вот тут давайте сделаем паузу в описании карьеры британца, и опять же в комментариях вы мне ответите на еще один вопрос. После поражения Адонису, кто-то из вас мог представить, что Белли еще ждет чемпионства на вес выше, проигрывать он больше не будет, его ожидали съемки в голливудском кино и огромные гонорары в поединках. Лично я честно могу сказать, что после нокаута от Стивенсона, Тони был для меня не более чем середняком-полутяжем, с весьма посредственной держалкой. Однако, как же я ошибался? После поражения, 31-летний Белли окончательно решил перейти в тяжелый вес, для которого по росту британец подходил куда лучше. Хоть и не обладал особо длинными руками, и это оказалось, пожалуй, лучшее решение в его карьере. Одержав за 2014 год три победы, в том числе реваншировавшись за первое поражение у Клеверли, с британцем привлечилось еще одно очень интересное событие. Еще до поединка с Натаном, на него вышел агент из Голливуда и предложил сняться в очередной части фильма «Рокки». Однако Тони сначала отказывался от роли. Вот как сам боксер об этом рассказывал. Честно говоря, когда компания в первый раз позвонила мне, Эвертон проиграл Челси со счетом 6-3. И человек на проводе говорил, «Не хочешь участвовать в фильме со Сталлона?» А я отвечаю ему, «Да пошел ты! Моя команда только что проиграла!» Он перезвонил мне вновь и сказал, «Хей, я не лгу!» Я опять сказал ему, что расстроен поражением от Челси. И если он позвонит мне еще раз, то я вычислю его и забью. Но он позвонил еще раз, «Слушай, я не шучу! Сталлоне видел тебя по интернету и хочет взять на роль!» Я пошел навстречу в отель. Контракт был у меня в кармане много недель, но я его не подписывал. Если бы Клеверли одолел меня, то я бы вернулся домой в депрессии. Бой был всем для меня. Таким образом, победив Клеверли, Пелью, видимо, решил реваншироваться и с Адонисом. Но Стивенсон уже был недоступен. Так что подошел киношный соперник Адонис Крид, сын Аполла Криде из прошлых частей Рокки, которого, как это ни странно прозвучит, опекал сам Рокки Бальбола. В общем, данный фильм мне очень понравился, и я считаю его чуть ли не лучшим из всей серии Рокки. Хоть и не сказал об этом в своем рейтинге ТОП-10 лучших фильмов о боксе, которые вы можете посмотреть на канале. Ссылку я оставлю в описании. Уже через 10 дней после поединка с Клеверли Белью приступил к 40-дневным съемкам и в фильме сыграл непобежденного чемпиона Рикки Портера по прозвищу Красавчик. Интересно, что в одной из прошлых частей фильма соперником самого Рокки становился Антонио Тарбер. И, кстати, как по мне, бой Белью Тарбер был бы интересен даже на данный момент. В общем, 2014 год выдался для Тони весьма удачным. И он, видимо, решил уже не выходить из образа непобежденного Рикки Красавчика и в 2015 году стал сначала чемпионом Европы, а еще год спустя уже чемпионом мира. Причем бой с Маккабу по драматичности даст фору многим поединкам в Рокке. В первом раунде Белью, побывав в нокдауне, не растерялся. И уже в третьем, вырубив своего соперника, таки стал чемпионом мира по версии WBC после почти 9 лет каньеры и 30 проведенных поединков. Так что эмоции боксера можно понять. Однако, и это еще был не пик каньеры британца. После одной защиты титула на одном из вечеров бокса Белли повздорил с Дэвидом Хеем, что как оказалось сделало возможным поединок между ними. Я, признаться, всегда был поклонником Хея и на канале есть отличный материал о его тренировках и питании. Также, я скоро попытаюсь повторить комплекс Хея из этого видео, о чем вы также увидите отдельный материал. В общем, в данном противостоянии я считал, что Дэвид без проблем вынесет Тони, который хотя бы хорошо заработает. Да еще и наш герой при переходе в королевский дивизион похоже набирал форму в баре за кушкой пива. Так, по крайней мере, он выглядел рядом с соперником. Однако, это бокс и порой правильный план на бой позволяет сотворить чудо. Хей действовал излишне самоуверенно и прямолинейно, за что был не раз наказан. А после получения травмы ноги, Белли его добил. И добился главной победы в своей карьере, заработав очень хорошие деньги. И вот как он об этом рассказывал. Куда я потрачу деньги от боя? Мне нравятся Роллс-Ройсы, например. Но я себе не куплю ни одного из них. А знаете почему? Потому что я зарабатываю не для себя. Я перестал работать на себя после того, как родился мой первый ребенок. Я собираю деньги для них. Поверьте мне, только для них. У нас сейчас прекрасный дом, за который почти все выплачено. У моих сыновей лучшие велосипеды в районе. И они стоят в нашем гараже. Я об этом не мог даже когда-то мечтать. А мой Роллс-Ройс идет мимо. Хей же ездит на таком, хоть и не может купить его. Плавает на яхтах с таким видом, будто они принадлежат ему. Это наше с ним различие. Я дерусь для детей. Для своей жены Рэйчел. Могу сказать точно. Я не боюсь никого. Ни один мужик в мире меня не испугает. А вот ее я временами боюсь. После этой победы популярность Тони на родине взлетела до небывалых вершин. Ведь эта история в стиле рокки, когда аутсайдер вырывает победу вопреки всему, нравится многим. Чемпион засверкал на различных шоу и был экспертом на лучших боях на родине. Перед Тони открылись многие двери. Его промоутер Энди Хирн говорил, что возможны бои с Фьюри, с Оордом, реванш со Стивенсоном. Однако, по разным причинам в 2018 году состоялся реванш с Хэем, в котором Тони снова уверенно победил досрочно, отправив Дэвида на пенсию, чем, признаться, меня сильно удивил и опечалил. После этого Тони добился всего, чего хотел и заявил, что уходит из бокса. Мол, мне нечего больше желать и доказывать. Кроме того, и жене, с которой он начал встречаться еще 17 лет назад и, несмотря на трех детей, лишь недавно узаконил отношения, он обещал завязать с боксом. Однако, все изменилось 21 июля 2018 года в Москве после поединка Александра Усика и Мурата Гассиева, на котором я присутствовал лично, о чем есть неплохой материал на канале. Тогда победитель Усик бросил вызов именно Бэлью. И в своем материале о будущем Усика я отмечал, что для Саши этот бой интересен по сути лишь с финансовой точки зрения и как ступенька к потенциальному бою в супертяжелом весе против одного из британских топов супертяжей. Однако, Тони принял этот вызов. У меня был медовый месяц, когда я смотрел за поединком Усика и Гассиева. Я смотрел этот бой вообще по телефону из четвертого раунда. Моя жена смотрит на меня и спрашивает, «Хей, у нас медовый месяц, почему ты пялишься в телефон и смотришь бокс?» А потом Александр назвал мое имя после победы. Я знал это, переговоры не заняли много времени. Тренер Тони Дэйв Колдуэлл так описал возвращение своего подопечного и возможные проблемы со сгонкой веса. Я хотел, чтобы он повесил перчатки на гвоздь после боя с Хейл. Но потом увидел, как после финала Усик вызывает Тони в интервью и подумал, «Черт, опять?» Я тут же все понял. Мне не нужно было ни писать ему, ничего подобного. Я сразу понял, что этот бой состоится. Сегодня нас ждет большая задача, но мы к таким уже привыкли. Мой первый вопрос был в том, сможет ли Бэлью сделать вес. Я не сталкивался с таким ранее, но Тони хочет все эти пояса. Решение было принято, вес уходит хорошо, но на самом деле никто не знает, как оно будет, пока он не выйдет в ринг. Судя по тому, как он прогрессирует, сейчас все выглядит неплохо. Это Босс. Я не скажу, что я гений и знаю, как отреагировать его организм. По сравнению с Роем Джонсом, я скажу, что когда Тони был тяжелее, то это была не мышечная масса. У меня было бы больше беспокойства, если бы он раскачался, а потом спускался, потому что ему нужно было избавиться от мышц, что не так просто сделать. Мы видели, как это было у Роя Джонса, так что скрестим пальцы. Мы разговаривали со специалистами по питанию. Я немного понимаю в этой области, но не эксперт. Они говорят, что все отлично, Тони чувствует себя хорошо, так что все должно быть супер. На канале есть отличный материал именно о тренировках и питании Роя Джонса при переходе в супертяжелый вес. А что касается Тони Бэлью и его боя с Усиком, то если кратко, то если Саша не будет заигрываться и сам не захочет сделать бой ярче, то на мой взгляд шансов у британца практически нет. Досрочно он скорее всего не проиграет, но по очкам может влететь в одну калитку. Так что возможно британцу не дано стать великим и вписать себя в истории бокса золотыми буквами, но в любом случае карьера и жизнь этого британского хулигана удалась. А может быть скандалист он лишь на публику, а на самом деле всего лишь воин, который дрался, чтобы обеспечить свою семью. Как думаете? Надеюсь вам понравился данный материал. Так что не забудьте отдалить автора лайком. Это самый главный ваш вклад. Также подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересных эксклюзивных материалов. Дмитрий Моисеев специально для боксинг бестблога. мост м Продолжение следует...